Добрый день, господин Ельчанинов. Рад приветствовать вас в Израиле на гран-при Тель-Авив. Мы с вами вчера много говорили, а сегодня я решил записать с вами видео. Может быть, кому-то будет интересно, вашим слушателям, людям, которые интересуются дзюдо, и вообще как методиками преподавания. Мы говорим сегодня о спорте высших достижений. Первый вопрос – это все-таки, когда лучше задумываться учителю, тренеру и спортсмену самому, когда начинать вот этот процесс высокого спорта. Нет, ты имеешь в виду непосредственно к Олимпиаде? Нет, вообще, когда лучше? То есть это надо начинать с 10-летнего возраста или все-таки надо уже как-то немножко в другом? Вот на ваш взгляд, когда это лучше делать? Когда это удобнее делать. Вообще, честно говоря, каждый человек индивидуален. Просто есть там, знаешь, люди инфантильные, которые долго созревают, ну, может, 20 лет, а он еще ребенок. Поэтому здесь очень часто бывает, именно физиология играет роль, когда спортсмен созрет. Вот у меня есть один ученик, хороший мальчик, но он именно мальчик, хотя ему там 20 лет. И я знаю, что пока он не станет, например, мужчиной такой, зрелым мужчиной, конечно, он на высоком уровне пока бороться не будет. Он неплохо борется, близко к этому уровню. Поэтому я считаю, что здесь главный вопрос – это физиология, Рома. То есть вот зависит от природных данных человека. А так вообще, конечно, я считаю, уже, ну, с 18 лет это юниорский возраст. Это то время, когда, например, спортсмен с трейером должен набираться международного опыта, вот на молодежных соревнованиях и так далее, и так далее. И уже через 2-3 года можно выходить уже на взрослые соревнования. Если, конечно, ты преследуешь цель именно самой высокой, олимпийские игры, то часто трейеры, вот знаете, что путают? Они живут иногда такие вот, ну, вот сегодняшим, что ли, днем. То есть вот надо сегодня выиграть. А мне, например, нравится, что многие страны такие, ведущие, там, скажем, как Япония, например, Франция, как мне кажется, они ставят другую задачу. Для них главная олимпиада. И все остальные соревнования – это как бы подводящие. То есть они не упираются рогом, чтобы там выиграть, например, там, кадетов, юниоров. Они именно ставят себе задачу, чтобы взрослый человек подошел к олимпиаде, как бы в расцвете сил с хорошей технической, тактической подготовкой, в хорошем физическом состоянии. Вот. А у нас, к сожалению, особенно вот у нас в России, и почему у нас иногда бывает нарушение возрастного режима, паспорта делают, там, левые, там, по пять, бывает, лет ребят омолаживают. Вот такая, вижу, секундная цель, там, выиграть Европу или мир по юниорам. И потом мы этих людей даже не видим нигде, ты сам знаешь, да? Ну, и вот поэтому, какая цель поставить? Если, например… Ну, мы говорим, да, в спорте высшие достижения, но это, значит, максимальная сегодня возможность дзюдо, да, в спортивном – это олимпийские игры. Поэтому, значит, по вашему мнению, вы… Ну, да, это лучше начинать уже с 18 лет, уже вот уже с этого возраста… Ну, в принципе, конечно, у любого тренера всегда появляется, как бы, человек, который ему нравится, который, как бы, быстрее осваивает технику, тактически, физически быстрее созревает. То есть они, как бы, выделяются, эти люди, вот. Но дело в том, что, вот, мне повезло, у меня есть хороший друг, один из лучших ученых мира, я считаю, под дзюдо. Я всегда делаю сразу обследование. Если человек приходит ко мне с целью стать именно олимпийцем, там, какой-то результат показать, то мы начинаем всего обследование. И мне мой ученый сразу говорит, «Владимир Николаевич, это олимпийц, или это вряд ли олимпийц?» И, к сожалению, пока я пытался, как бы, преодолеть это, типа, Веда, там, вот он сказал, что из него не получится. Я думаю, нет, я все равно из него что-то слиплю. Нет, к сожалению, доктор оказывается прав, ученый, и его прогнозы пока, как бы, сбываются. Поэтому начинаю именно с этого. Если у человека с здоровьем все в порядке, то начинаю выводить его на международный уровень. Понимаете, там ровно. Его техническая оснащенность имеется в виду владеетелем, приемами, в той степени, в которой вы на это смотрите, или это все-таки не настолько важно? Ну, мы с тобой вчера разговаривали на эту тему. Понимаешь, честно говоря, иногда со мной не все соглашаются, но для меня, например, вообще не важно, какой ученик сделает прием. Вот это я вчера показывал, формулы борьбы, там, захватка, передвижение, реакция, бросок, да? В основном все трейлеры молодые, ну, которых не хватает опыта, да и даже те, которые с опытом, они все сидят тут в последней части. Бросок, вылизывают, комбинации, подводящие упражнения, все выстраивают к нему. А на соревнованиях бросок занимает, там, две-три секунды, может, на двоих, а то и меньше, наверное. А все остальное время-то ведется в захватах передвижения. И, к сожалению, особенно вот мое поколение, когда мы начинали, мы этой теме вообще не уделяли внимания. Сейчас во многих странах, я могу сказать, сейчас уделяется внимание захватам передвижениям, они понимают, что это основа борьбы. И вот эта последовательность, она как раз приводит к результату. То есть там дальше продолжается второй момент, это чтобы результат был, значит, антрировка должна быть высокой интенсивности. Для того, чтобы получить медаль на каких-нибудь странах, надо провести 5-7 схваток на пульсе 180 ударов и больше. А когда ты отрабатываешь приемчики, это пульс 140, 150, это другая биомеханика, это другая биохимия. Вообще прием, который делается на пульсе свыше 200 ударов, это совсем другая. По-другому, и мышцы работают, и вообще человек работает. Поэтому я вот по такой цепочке их, я к приему прохожу через захват передвижения и сопротивление соперника, через его реакцию. И тут, опять же, любая ситуация как бы создается. Один раз она создает, скажем, движение назад, соперник пойдет. Когда я его брошу назад, ему не понравится, он пойдет вперед, например. Поэтому у меня учеников я заставляю именно почувствовать, как я говорю, помочь сопернику упасть. Это вообще Дзюдо, Дегор Акану так говорил, что высший класс Дзюдо, это помочь сопернику упасть. Не ломать его там, не гнобить физической силой, а именно сделать прием так, чтобы сам спортсмен противник сказал, ах, как это здорово, понимаете, как он меня здорово поймал. А сейчас, к сожалению, Дзюдо стало силовое. Очень многие увлекаются железом, что я считаю. У меня вот такое вопрос, оно стало силовым? Или оно было силовым, но сегодня оно еще силовее? И вы имеете в виду, какие страны, или все страны придерживаются силового Дзюдо, или все-таки есть какие-то разграничения? Или, не знаю, на ваш взгляд... Давай начнем с чего? То, что ведь, вспомню... Но сила в любом случае нужна какая-то. Дзегор Акану, он заставил превыше всего технику, поэтому не было весовых категорий. Да. То есть он считал, что технически обученный дзюдо есть, он обыграет любого человека, большого, маленького, толстого, худого. И, кстати, вот сейчас я вас немножко перебью. Вот, к слову, технически, правильно, грамотно, подготовленный. Все-таки мы, может быть... Вот просто я сейчас вот подумал. Может быть, мы неправильно думаем под словом техника. Мы подозреваем технику, что это правильное выполнение приема. А, может быть, техника складывается из вот этих пунктов, когда идет правильный захват, выбор, передвижение, выбор позиции для атаки. То есть вот это, то есть это соединение всего этого. А сам бросок – это уже результат того, что было перед этим выполнено. Ну, во-первых, наверное, Рома, ты и сам боролся, и другие, наверное, часто любой спортсмен может сказать, что он иногда выходит на сравнение и сделал прием, который он вообще никогда не отрабатывал. Да. Ты же знаешь, особенно в начале спортивного пути это у детей бывает. То есть он на тренировке тебя отрабатывает один прием, там, или там пару-тройку приемов. Он сразу не выходит и делает абсолютно другое, которое он никогда не делает. То есть это реакция организма, как я говорю, внутренний компьютер человека, он срабатывает для этой ситуации так, что именно вот в этой ситуации надо так бросить. И, причем, как я говорил, у кого-то компьютер более мощный, у кого-то менее мощный. Это тоже природное качество, вот как я его называю, тактильное чувство, почувствовать, куда соперника бросить и как бросить, в каком направлении. И мы, тренеры, как раз и сам спортсмен, вот это качество тактильное, оно развивает в процессе тренировок, соревнований, вот это вот как бы такое набирается, накопительный период вот этого чувства. И у некоторых бывает это чувство от природы. У меня в сборной России была такая девочка, Ирина Щукина, не Щукина, ну, не важно, забыл ее фамилию, это давно было, лет 30 назад. А девочка вообще ни одного приема не сделала, она на два союза подряд выиграла. Вот у нее вот это вот такое богатство было, тактильное вот это чувство, что она именно, ну, чувствовала... Помогала за первой самой у нас. Да, она сама даже не знала, что она сделала, просто ей организм ее был на таком высоком вот тактильном уровне, что он решал эти задачи очень легко. А вот это тактильное чувство, оно может быть как природой заложено, генетически? Да, да, о чем я тебе говорю? А можно ли его развить? Да, можно. Какие методы можно использовать для этого? Вот по этой цепочке надо работать. Захват, передвижение, реакция, бросок. Именно вот зависимость от реакции вот этого цепочка, это и есть та ситуация, когда спортсмен бросает. Просто есть спортсмены, которые ждут эту ситуацию, она появилась, он бросил. А высший класс спортсмена, который умеет создавать эту ситуацию для своего броска. И она опять делается через захваты, через передвижения. И своими захватами, передвижениями я вызываю определенную реакцию соперника и помогаю ему упасть. Вот так вот. То есть вот это чувство, если даже вроде бы на первый взгляд мы смотрим на своего ученика и видим, что в нем не заложены генетически вот эти тактильные чувства, то есть вот методом, который вы предлагаете и который вы практикуете, можно развить? Да? Ну, Ром, вот ты даже тренировался там с Лешей Котовым, да? Вот Леша Котов координационно высоко так одаренный парень был, да? Техника хорошая была. То есть вот он боролся у меня, так сказать, на техническом уровне. Чемпионом страны стал. В 30 лет всех выиграл и помни, когда пришел ко мне. Вот я ему эту цепочку выстроил. Я ему выстроил эту цепочку. Раньше он не так боролся, вот. И получалось, что он с каждым разом становился лучше, когда он именно познал вот такое джидо. Не на силу бороться, а именно играть в джидо и создавать ситуации. Вот. А взять второго ученика, там Паша Попов у меня чемпионом страны был. Это медвежонок, координация слабая, ну, высокая работоспособность и исполнительные качества. То есть он выполнял мои тактические задачи, и он выигрывал за счет этого более талантливых людей. То есть просто, опять, исходя из природы человека, ты должен использовать его именно сильной качеством для того, чтобы он побеждал. Потому что, понимаешь, вот то, что, скажем, японское джидо, да, вот классика, она требует очень высоко одаренных людей, у которых должна быть высокая координация, высокая скорость, там, и ловкость, и так далее, и силы, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, таких людей ведь не очень-то много даже в природе. И поэтому многие джидаисты в других странах пошли-то по нашему пути. Они стали бороться в плотную борьбу, сковываясь на японцев. И японцы уже не могли проявить свои скоростные качества, технические качества. И европейцы, и мы стали у них выигрывать. Вот. Поэтому, еще раз говорю, я считаю, борьба у джидо у нас, она все-таки универсальна из спорта. Просто кто-то быстрее придет к результату, кто-то чуть медленнее. Но, в принципе, ну, большинство может все равно хороший уровень вывести. Конечно, есть абсолютно, как говорится, бездарные люди там, ну, для борьбы он просто, ну... Ну, тем не менее, там, скажем, на уровне первого... Ну, мы, слово бездарные, я просто хочу сказать, что это в кавычках. То есть, именно для борьбы мы концентрируем. Не то, что это человек бездарный сам по себе. Нет, да, да, я имею в виду, именно, да. То есть, ну, просто бывает у людей, ну, нету просто координации от природы. Там, работа не работает, он все равно это ничего не освоит. То есть, все равно, конечно, какие-то природные данные для борьбы должны существовать. Для вас, как для тренера, что важно получить от ученика? Вот что вы ждете от ученика? Или вы от него, ну, то есть, я имею в виду, какой у вас есть с ним, вы ждете контакт какой-то? То есть, что для вас важно? Вот вы даете ученику, да, методику, вы говорите вот так, а что вы ждете от ученика? Чтобы он начал думать. И все, кто знает меня, и спортсмены, и тренеры, говорят, что вот Ильчанинов заставляет думать. И как бы даже такое выражение говорят, вот Ильчанинов тренирует голову. Вы имеете в виду, что вы заставляете ученика задавать вам вопросы больше? Нет. Ну, и вопросы, конечно, задавать там, вот. А прежде всего, любое задание, которое я даю, я объясняю, для чего оно. Не просто там, давай, делай, и все, и не важно там, и не думай, для чего это. Я объясняю, для чего это движение, какую роль оно играет в процессе работы со спортсменом. И спортсмен понимает, для чего это делается. И когда он так уже тренируется, он сам что-то придумывает для каких-то ситуаций. Он приходит, начинает, мы с ним начинаем творить, он говорит, вот, Владимир Николаевич, вот смотрите, вот это вот, давайте вот так попробуем. Вот мне буквально там чуть ли не приснилось, вот я ложился спать после тренировки, и вот у меня там вот такое-такое озарение произошло. То есть, получается, идет творческий процесс? Конечно. Еще раз говорю, то есть, вот это именно творчество, то есть, у меня тренировки, это творчество, это не пахота, нет, там и пахота, конечно, присутствует, но в основном это творчество. И когда вот именно ты творчески работаешь, даешь интересные задания, нагрузки вообще можно давать любые, дети их съедают, когда это интересно, когда это здорово. Но мы вчера с вами говорили, вот то, что монотонность, вида спорта, да, дзюдо, вот монотонность, однообразность, то есть вы своим методом создаете игрушки какие-то, и игру дзюдо, да, так вот так назовем. Но эта игра в своем роде, она преследует цель выиграть соревнования. Получается так, что вы, ну так вот назовем, соблюдаете вот эти требования, которые изложил Кана, да, физическое развитие, интеллектуальное, да, то есть вы заставляете его мозг думать, мыслить. И духовное, то есть он понимает, что внутренне он растет, и он понимает, что не только силой он может повалить, но он может это сделать настолько гуманным, так, ну, в кавычках способ, что партнер просто будет поражен его мастерством. Не, ну, удовлетворение он получает все-таки, я же говорю, сам ты знаешь, вот когда борешься с таким, с дубовиком, который просто тебя ломает, ну, у тебя никаких положительных ассоциаций нет, ты про такое впечатление вышел из-под трактора, выполз там, слава богу, как бы живой, остался, никакого кайфа. Вот взять того же Лешу Котова, с ним же все любят бороться, и мастера, и дети, потому что он играет дзюдо, он сам получает от этого удовольствие, дети получают удовольствие, потому что он так их легко, красиво бросает, не мышцами, а именно вот классом, вот таким вот творчеством, то есть, ну, очень жаль, что, конечно, мы с Лешей поздно встретились друг с другом, там, в 28 лет он ко мне пришел, вот, и через полтора года выиграл чемпионат страны с японами, и я ему ни технику, ничего не ставил, я ему поставил голову, захват и передвижение. В вашей методике какое место занимает физическая подготовка? Физическая подготовка. Ты знаешь, я помню, в 83-м году был чемпионат мира у нас в Москве, и после чемпионата мира был семинар. И вот я помню, великий тренер наш, Якуб Камбалетович Коблев, японцев, спросил, типа, а как вот вы там физикой, там, прочее, как вы занимаетесь? Он сказал, что мы считаем, что в борьбе с дзюдо очень много силовых движений, игровых движений, и поэтому мы считаем, что не надо там дополнительно играть, там, или где-то особенно там дополнительно качаться как-то там. Они, конечно, качаются, но не так до такого сумасшествия, то, что сейчас стало в современном мире. И сейчас у нас многие трейеры с ума сошли и сели на железо. Это, я считаю, это глупость. Вот у меня Рассо Бакейт, призер Олимпиады, он вообще не знал, что такое железо. Вообще. И тем не менее, он с каждым годом становился сильнее, потому что работа на захватах – это работа рук. Это верхний плечевой пояс работает. И он с каждым годом только крепче и крепче становился. Вчера мы с вами говорили, что и сама механика действий спортсмена в поединке отличается от той механики действий, которая происходит с наращиванием силы с помощью штанги. То есть получается это… Я согласен в этом плане, потому что штанги там, движения-то они прямолинейные. Скажем, сгиб-разгиб там, подтолкнуть, потянуть там. А у нас-то в борьбе многие движения всегда со скручиванием каким-то идут. И вот эти вот межмышечные, межволоконные процессы, они пропадают, эти связи пропадают. Да, у тебя мышцы надулись, но ты уже где-то подвернуться не можешь быстро, там где-то у тебя скорость теряется. Потому что железо – это антагонист, прежде всего, скорости, чувствительности. То есть ты закачиваешься, становишься таким деревянным. У тебя пластики не хватает, ловкости не хватает. В борьбе можно же увидеть, кто такое. Вчера вот тоже очень интересный факт. Вы сказали, что в свое время учащийся в школе, в высшей школе тренеров, да, Чумаков Евгений Михайлович, да, известный советский педагог, тренер. Он сказал, что если в тренировочном процессе более 10% травм происходит, то значит, что-то делаешь не так. В тренировочном процессе неправильно поставили. То есть вот этот 10% – это максимальный порог, который дает Ром? Потому что, или, как вообще, вот на ваш взгляд, насколько-то травматично сам процесс тренировочный? Да, и как избежать вот этих травм? Ну, понятно, есть микротравмы, да, которые не избежать. Но вообще, как избежать? Как вы, вот за вашу практику, насколько много было вот таких… Понимаешь, Ром, вот, кстати, я как-то над этим задумывался, понимаешь, вот лично у меня на тренировках вообще я не помню серьезных травм. На соревнованиях бывали травмы, там, это, причем, как ни странно, травмы получали у меня ученики, когда я там не бывал на соревнованиях. То есть они без меня получали травмы. И все равно я внесла прям такие серьезные травмы, там, то есть, ну, может быть, потому, что я инженер по образованию, и потом вот специальное образование получил у высшую школу тренеров, я чувствую, наверное, где нельзя, как бы, перестараться. То есть надо всегда меру знать и по нагрузкам и прочее. И потому, ведь большинство тренеров у нас все равно работает, знаете, по принципу «бери больше, кидай дальше». Они считают, чем больше спортсмена нагрузить, тем лучше. А почему, на ваш взгляд, очень мало тренеров не повышают? И вообще, как сейчас складывается ситуация, вот вы следите за тем, там, есть ли сейчас школы высшего спортивного мастерства? Сейчас нет. Нет, не школы, а школы тренеров, ну, высшая школа тренеров. Как идет подготовка? Да, есть, вот, допустим, в России сейчас проводятся вот эти семинары для тренеров, которые проводят Федерации Дзюдо России и так далее. Ну, на ваш взгляд, почему все-таки, даже вот я заметил, тренера, возвращаясь после семинаров, все равно продолжают многие делать одно и то же, что и делали 20, 30, 40 лет, то есть никто не хочет вроде бы с одной стороны работать. Вроде материалов сейчас много, литературы много. Я понял, Ром, дело в том, что, понимаешь… Вообще, как вы думаете, сам тренер, он должен себя постоянно улучшать? Конечно, конечно, конечно. Это учиться, учиться, учиться надо всю жизнь. Я, к счастью, все время, как бы, этому принципу поклоняюсь и живу по его принципу. Вот, мне уже седьмой десяток, а я все равно где-то чего-то нахожу, чему-то учусь. И если появляется интересный спортсмен, я сразу иду знакомиться с тренером, узнать, может быть, у него какая-то интересная методика. Подождите, так, вы не стесняетесь подойти к тренеру какого-то спортсмена и сказать, а что ты вот там, а как это ты делаешь? Ну, в чем суть твоей методики, почему ты получил результат? То ли это результат твоей тренерской деятельности, то ли это результат просто природы таланта спортсмена, который вот… И таких много бывает. Вот взять того же Сашу Михайловичу, да, талантливый парень, но вот…